Есть вопросы, почему русофобия так раскручена и так затребована с точки зрения манипуляции общественным сознанием. Есть вопросы, почему звонят некоторым фирмам и выполняют эту роль не только Украина. Это еще, кстати, логично как-то можно объяснить. Когда говорят, уйдите из рынка, просто уйдите с рынка, с России. Это все имеет за собой абсолютно прагматичный подход. Я вижу бенефицара США абсолютно четко. И смотрите, мы хотим помочь Европе как можно быстрее стать независимой от российского газа, сказал Джо Байден в Брюсселе. Я верю Джо Байдену, что они очень хотят продавать свой газ, но при этом это демократичный газ. Это уже мы смеялись все. Но ведь на самом-то деле ничего нового. Я понимаю, что эти специальные терминалы, которые нужно построить, помните, там Шольц давно еще говорил, да мы готовим, Меркель еще говорила, давайте мы построим терминалы по приемке жиженого газа, инвестируем 1 миллиард. Перестаньте на нас давить, что мы тут русским газом вот себя сообщаем. А вы знаете, а есть цифры. И можно отказаться, конечно же, полностью от российского газа, конечно можно, от российской нефти, конечно, от российского зерна, от российского воздуха, наверное, можно отказаться. Потому что самые большие леса на территории Евразии все-таки это Россия. Это там находится большая-большая чистилка легких планет и землян, как минимум Евразии. И в этом отношении, ну давайте так, американцы своего добиваются. Я понимаю, что со мной можно сейчас вступить в дискуссию и цифрами попробовать объяснить то количество газа, которое есть. Что по программе, в принципе, Европы выхода вообще из газа как такового, там 10 лет, эти 10 лет, из них 3 сейчас уйдет на просто конвейерную постройку кораблей, которые будут жиженый газ доставлять из США. Через полгода уже будет первый большой гигант, наверное, стоять по терминалу по приемке жиженого газа. Все пошло, все ура. Но как ты можешь это сделать, как ты можешь заставить бизнесмена покупать дорогое что-то, производителя покупать дорогое что-то? Очень просто. Для этого нужно создать закон, по которому он больше не может сам, предприятие, электростанция, не может сама заключать сделку. Это только теперь через Брюссель. И все это, видите, под соусом, чтобы цены были дешевые. Да нет, это абсолютно четко выстраиваемая политика США. Она не проевропейская абсолютно. Но нужно ментально как-то все это разукрасить, чтобы аргументация о жиженом газе больше не являлась доминирующей с точки зрения бизнеса. Да, мы должны заплатить дороже, говорят европейцам. Да, мы не должны покупать русский газ. Да, печально. Нам будет хуже жить. Да, вот вы, Оля, спросили про очереди. А как быть не с очередями, а как действительно быть, если газ подорожал в два раза просто, сжиженный из Америки? Пусть его привезли в том же количестве. А как простым людям теперь отапливать просто, и даже уже не производстве, отапливать действительно свои дома? В этом году смешно было, это правда, с друзьями разговариваешь. И если ты на территории России, а не на территории Австрии, Германии, то на территории России люди в квартире ходят в футболках, а там в свитерах. А под свитером рубашка. Ну, это реально, правда. Владимир, расскажите, а вот не в традиции же, наверное, европейской закупаться впрок? Это вот у нас есть что-то на, мне кажется, уровне ДНК, когда мы всегда чуть-чуть, ну, про запас, ну, купим. Согласен, коморки, действительно, лучше пройти с лишним раз в магазин взять свежее, чем вот коморки. Ну, они, не могу сказать, что такая национальная черта отсутствия коморок, но про запас так серьезно, картошкой они точно не закупаются, это факт, это я подтверждаю. Вот, есть еще одна новость, хочу поделиться с вами, дорогие радиослушатели. И все это продолжение, знаете, у меня получается продолжение заучного разговора с кем-то. Перезвонили наши коллеги, инфорадио Берлин, задают вопросы, я отвечаю, лайф-включение. И меня спрашивают, а о чем вы рассказываете на Еврозоне Вести ФМ, уважаемый коллега? Я говорю, как о чем? Вот беспощадно, просто беспощадно критикую Европу, если есть за что критиковать. А если есть за что похвалить, похвалю. И вот это вот беспощадно критикую, вот, мне кажется, безработным точно не буду с точки зрения критики. В двух землях Федеративной Республики Германии признали правонарушением использования знака Z. Ух ты! Ланделон, я понимаю тебя, действительно, он, наверное, на это все смотреть просто не может. То есть, его рассуждение о Эвантазии, это его рассуждение. И в Швейцарии это разрешено. А фильм Зоро, как бы, то есть, если я сейчас плакат возьму и пойду на какую-то демонстрацию, еще и маску надену, и шапку, и пласть, то это будет, конечно, однозначно воспринято, как поддержка России. А если это символ поддержки России, то две федеральные земли вводят уголовную ответственность за публичную демонстрацию буквы Z. Дорогие наши немецкие радиослушатели, это Нижняя Саксония и Бавария. Я не знаю, можно ли протестовать это решение властей, потому что для меня это бред. Это именно та травля, которая происходит в глобальном мире. Считайте, что не только самолеты и газ, сделка. Есть еще много, много чего, о чем можно говорить. Но давайте геополитику откинем, давайте экономику сейчас откинем в сторону. Давайте поговорим о букве Z. Тотальное осуждение действий России на территории Украины для меня логично аргументировано и понятно. Тотальное осуждение в мейнстримовских СМИ для меня тоже где-то логично прослеживается. Есть этому объяснение, есть заказчик, есть цели, есть мнение, которое формируется. И вот даешь интервью, положил трубку, идите ищите источники официальные, которые дадут информацию, которая может быть с опозданием, но она проверена. Это очень важный вопрос. Я считаю, что знак Z, я понимаю, о чем речь идет, чтобы на демонстрацию не выходили. Но уголовная ответственность, извините, не административная. Но это вообще трэш, если честно. Это значит, вот представьте себе, там свобода мнения, все забудьте. Какая свобода мнения? Ты не имеешь права даже задать вопрос аргументированности спецоперации России по поводу архитектуры безопасности, НАТО и других разговоров. Если ты задал этот вопрос, то вроде все ок, но если при этом на тебе буква Z, ты несешь уголовную ответственность. Ничего себе я скажу вам. То есть вопросы задаем мы, журналисты, задают философы, задают просто люди. Но если вы попробуете вдруг сказать, а я понимаю Российскую Федерацию и то, что делает Российская Федерация, например, как это делает Китай. Призываем все к миру. Мы все хотим мира. Мы очень хотим все мира. Притом мы хотим мира и для своих детей, и для своих внуков, и правнуков. И есть определенная позиция. Если кто-то вдруг эту позицию озвучит посредством присутствия знака Z, то это уголовная ответственность. Ух ты! То есть мы похоронили либеральный торговый рынок, а теперь мы похоронили еще кое-что. Это адекватность. И я вижу закручивание информационных кранов теперь совсем по-другому. Я как бы наблюдаю немецкие, австрийские СМИ, бельгийские вот в последнее время читаю, потому что Брюссель быстрее реагировал сейчас на те события, которые происходят, вот политические встречи. И я вижу, знаете, такой как бы две вещи. Первое. Я никогда раньше не читал слов Донецкая Народная Республика или Пушилин в бельгийских или немецких СМИ. Ну вот просто не читал. Самозваная Донецкая Народная Республика, не самозваная. То есть всегда там были сепаратисты, Восточная Украина. То есть ну такая, сейчас это уже появилось. Значит первый рубеж обороны пройден. Я имею ввиду инфообороны Запада. Они же боятся определенной информационной политики. И дело не в фейках абсолютно. А дело в том, что одна информация честная может быть предоставлена в контру другой честной информации. И тогда действительно у потребителя информации, читателя, слушателя есть свое мнение. Так вот своего мнения не должно быть. Должно быть одно монопольное. И когда я вижу, что появились вот эти вот первые признаки того, что объективная журналистика возрождается. И так у меня внутри так ух ты, запрос появился. Отличные новости. То тут же я расстраиваюсь, потому что к вечеру уже нахожу снова огромное количество манипуляций, которые идут через цитирование украинских представителей, которые говорят о том, что действия России в Мариуполе можно назвать геноцидом. При этом у меня постоянно запрос, мне постоянно спрашивают, что там происходит. Правда ли, что людей воруют? Нет, неправда. Я не вижу дел таких доказательств. А что, концлагеряя есть на территории России? Да вы вообще охренели или что? Что вы несете? Откуда у людей эта информация? Как им ее впихивают там в мозг? Это по поводу критики и не критики. И вот правда ли, что Макрон хочет посетить, ну, с миссией, не лично, конечно. Во-первых, там в Киев вроде бы нацелился. Это очень интересно. А во-вторых, правда ли, что будет вот эта совместная миссия и Франция, и Греция, и там третья страна, сейчас не помню кто, хотят миротворческую миссию, какую-то гуманитарную помощь оказать Мариуполю. Ну, я считаю, мое глубокое убеждение, что правда это первая жертва любых военных действий, а второе, что от того, что кто-то начинает торговаться и выстраивать определенные доктрины уместности или неуместности поднятия вопроса по всем гуманитарным направлениям. То есть, вот люди в подвалах, вода, элементарные вещи. Мне, я отстаиваю эту позицию, глубоко все равно, куда, в каком направлении будет идти гуманитарный конвой. Главное, чтобы он был. И главное, чтобы он был в две стороны. Туда завозят воду, медикаменты, назад вывозят людей. Этот процесс должен быть безостановочный. И в этом же интервью я говорю им, что, ну, как-то я не вижу вообще, европейская политика спит. Это моя претензия к ним. Вот услышали. Как согласовать такую миссию? Я думаю, если будет желание, ее согласуют. Что могу я доверять или не доверять французам? Я думаю, что французы действительно могут привнести гуманитарные грузы в зависимости, я думаю, не просто от таможенных правил или еще как-то, а от согласования маршрутов. Главное, вот помочь людям. Будет идти это через Россию, будет идти это через Крым, будет это идти по условиям Украины только через Польшу и через Львов. Это все бред. Главное, что это произойдет. И насколько Макрон сейчас сильно проявит себя, вот для своих избирателей, как гуманист, приверженец этого, что вот он единственный, кто смог такое организовать, я буду радоваться. Потому что все, что спасает человеческую жизнь, должно вызывать радость. И так всем тяжело, и так переживаем все. И сердце кровью обливается. И вопрос, вот мне тоже задали такой очень специфический. А как вы думаете, когда Россия победит? Через 10 минут вопрос. Как вы думаете, когда Россия проиграет? Я их отсылаю к комментариям болгарского генерала, который говорит, что в принципе тот, кто не понимает ничего в войне, но не место им в дискуссиях этих. Потому что существует четкое понятие военной операции. И я удивлен, кстати, что это в болгарском радио прозвучало, на сайте, что они удалили. То есть здравый голос военного человека, которого не обвинишь в пропаганде, потому что он натовец. И такие голоса я тоже стал слышать в последнее время, именно оценку экспертную. Я в тех контактах, которые у меня есть, говорю, перестаньте спекулировать, слушать пропаганду, слушайте военных, слушайте военных экспертов. Сейчас время такое, когда военные четко говорят, что происходит. И тогда понимает картина. И не надо забрасывать такими заголовками, что там людей увозят в неизвестном направлении. Я считаю, что может произойти все, что угодно. Человек в гражданской одежде, от которого будет пахнуть порохом, и у которого ноги внизу очень такие, в мышцах надутые, и на нем татуировка, его могут увезти в неизвестном направлении и ни перед кем отчитываться не будут. Это действительно так и есть. Владимир, спасибо вам огромное за этот разговор. Владимир Сергеенко, как всегда, в это время на волнах радиостанции Вести ФМ. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...